Всем привет, с вами Никита. Сегодня мы продолжим проходить игру под названием The Messenger игра KitKat 427 Продолжить В прошлой серии мы остановились на этом моменте Давайте, что ли, проходить дальше Что-то у нас, что-то зелёное Ясно Ага, черепашка В прошлой серии мы купили Сурикена и они, ну, активируются на Кью У меня это жёлтый кнопок В этом раз, два, три Всё, изи Смотрите, прыгаем И ждём Ну, погнали Ну что же Так, тут довольно трудный момент Я не знаю, что тут делать Да ладно В принципе, мы прошли этот момент Ага Теперь Опасная Качелька Ясно Так, стримим два раза Убиваем Убиваем Снизу у нас секретка Берём Ну и короче Вот нас встречает красный Человечек Ну и ладно, проходим Дальше Так Проходим Дальше У нас тут ожидает Момень Тище Великая Ну да ладно Погнали Полетели Ладно, давайте вот так Пролетим Да Всё хорошо Сохранение Мы сохранились Всё Мы готовы Проходить Дальше Кстати Ну, пока я играл Типа Как мне подошла сестра Ну и начал спрашивать Что это? Передавайте ей привет А мы продолжим Проходить И Упал я Да уж О Новый клиент Идёт заставка Что случилось? Я там чуть не погиб Собственно говоря Ты погиб А Ну как Меня зовут Кварбл Кварбл? К твоим услугам Я тот с кем-то Никак Когда не познакомился Будьте у тебя Хоть Какие-то Навыки Ну блин Это чуть Обидно Суть в том Что у меня есть Волшебное кольцо Позволяющее Мне управлять Подстоянством И временем И как только Ты укажешься На высокой смерти Я появлюсь Остановлю события И приносу тебя К Ближайшей Контрольной Точке Так И в чём Бутвох? Ну во-первых Ты всё Равно Как раз Будешь испытывать боль И... Огонил Извините Я Приболел Щит А ещё я заношу Все твои долги В свою записную книжечку И буду Оставаться Поплицей И подворовывать Твою добычу Пока мне окажешься Вращатель Или пока Мне не надоест Ну я могу И позволить Тебе умереть Если Так тебе будет угодно Ну ясно То есть этот Красный Чепс Будет нас Воровать Наши Добытые сокровища За то что Ну Что он Нас Восстанавливает Похоже мы Через сделку Ну да Это выгодно Рад что мы Сходимся в умениях Что ж Двигаемся Дальше Ну ладно Проходим Так нет Стоп Я его хочу убить А хотя В какой смысл Он сейчас Все равно Попьявится Ну да ладно Вот смотрите Вот он Ворует У меня Добычу Ну да ладно Ага У меня Закончилась Жизнь Если кому То понадоблюсь Я занят А Если кому То понадоблюсь Я занят Типа Пошли Опять Шутки Про то что Я плохо Играю Да ладно Я Я не Обижаюсь Хотя Кому Я то Знать Я в обиде Блин Как тут Пройти Вообще Вот у меня Есть Конечно Один план Как там Пройти Смотрите Берем Ну ладно Шипат Вниз Поставим себе Сердечки И погнали Так давайте Заберем А хотя Все равно Он заберет Не Смотрите Здесь я что-то Буханулся Жестко Вот Пробегаем Бьем Все Спокойно Ладно Давайте Прыгнем Кстати Вот я Ну при Прохождении Игры Сразу Ну вот Сейчас Прохожу И Вспомнил Ну тоже Интересную Игру Называется Реймон Ну там Реймон Леджинс Реймон Ориджинс Я скорее всего Ее Тоже буду Проходить На канале Ну ладно Давайте Продолжим Ага У нас Есть Пробъем Тут Есть Один Проход Есть Второй Проход Вверх Давайте Сходим Сначала Вниз Эм Это Просто Урон Или Это Секретка Так О Это Что Еще Монетка Кажись Я Нашел Секретку Так Похоже Это Из тех Кто Сворачивается Рот Творенной Тропой Что Это За Большая Зеленая Штука А Второй Предмете Тортура Спином Из того Чтобы Подобрать Это Петячая Сила В мире Множество Подобных Печатей Но По правде Говоря Я не знаю Наверняка Для чего Они Могу Скать Одно Находить Их Все же Тебе Совершенно Не Обязательно Но Есть Те Кто Никогда Не Откажется От Дополнительного Вызова Всюду Ищи Потайные Комнаты И Кто Знает Может Ты получишь Досток К сверх Мощному Улучшению Ага В общем Я Кстати Здесь Снизу Есть Проход Но Я Не знаю Как Его Разбить Поэтому Ладно Пойдем Обратным Путем Вот Летим Прыгаем Хорошо Поднимаемся И Бьем Поднимаемся Не Ладно Давайте От Бьем Вниз И Погнали И Ладно Блин Да ладно Проходим Пацаны Проходим Только Проходим Ага Там Сверху Что-то Падает Так Аккуратно Проходим Аккуратно Бьем Ну блин Прикольная игра Она мне До сих пор Не надоела Хотя Кому она Так Надоест Вначале Ладно Продолжаем Интересно Да ладно Все И не нужно Париться Вот Кстати Забываю Я иногда О Сурикенах Так Ладно Давайте Зайдем В комнату Стоп А это Что Что-то Большой Сгад Ищенный Сундук Он Появился Когда-то Разбил Свою Первую Печать Силы Чтобы Открыть Обожаю Разбивать Печать Силы Осталось Всего 44 О Прикольно Ладно Тебе Что-нибудь Нужно Для начала Улучшить Можно Лучше Есть Тебя Да Вот Это Нам Нужно Тебе Что-нибудь Нужно Чат О Боссы Это Я Люблю Я Себя Ну Кстати Чуть Заспойлерил Игру Но Я Точно Ну Я Точно Не знаю Какой Здесь Финал Есть Ли Тут Фальшивый Или Истинный Финал Ну Я Ну Я Этих Попросов Не знаю А так Я Ну Несколько Боссов Видел И то Ну Просто Решил Не смотреть Чтобы себе Не портить Босс этого уровня Похоже Эта локация Уже практически Пройдена Я Что Забыл Помянуть О Огроном Лиственном Монстре Ухреняющий Выход Именно Так Ха-ха Ну И лицо У тебя Сейчас Искать Чем Можно Не беспокоиться Лиственные Монстры Выходят Только В полу В полу В полу В полу В полу О я Сейчас Что В полу В полу В полу В полу О Эту Я не хотел В общем Удачи Удачи Не Ладно Все Выход Пожалуйста Не трогай Шкар Ну Ладно Ну Что Ж Погнали К боссу О Заставочка Стенка Так Что Это Монстр И что Делать Отойди От И А Его Бить Когда он Типа Ну Так Стоит Ясно И Ясно Извиняюсь За косяк Ага Вот он Спрыгнул Ну Ясно Как Его Бить Сейчас Мы Его Добьем На Изи И Что Это Все Его Атаки Что Ли Я Тут Ждал Виде Что То И Все Серьезно Кстати Вот Я Сейчас Только Ну Ну Я Там Чуть Смотрел На Стримах Некоторых Людей Ну Типа Ну Ну Как Примерно Происходит Битва С боссом У него Есть Определенная Фаза Я Не Знаю В Порядке Они Идут Ну И Короче Когда Ну Ты Бьешь Босса Он Со Время Начинает Мигать Чем Быстрее Он Мигает Тем Ну Получается Ему Меньше Раста Жить Ну То Есть Это Как ХП Вместо ХП Ну Да Ладно Прошли мы Первый Мир Вроде О Все Заброшенный Храм Внешнем Правом Углу У нас Опять Этот Чепсик О Музыка Новая Блин Прикольно Ладно Войдем Сюда Тебе Что-нибудь Нужно Чат Текущая Локация Заброшенный Храм Да Тут Все Печально Почему А на занятиях По истории Мы Полагаю Мы Полагаю Считали Ворон Ну да Понимали Убители Приключений Редко Слушают Учителей Если Вкараться То Тот Четырехглавый Монстр Который Принепременно Убил бы Тебя Если бы Не вмешать Сто герое Покруче Чем ты Король Демонов Много столетий назад Он привез свою армию В наш мир Разрушил Человеческую Твердень Возставив Людей Уйти В укрытие С тех самых пор Он и Восседает На их троне То есть Это все Что осталось Человеческом В наследе Боюсь Что так Прости Нет Я сейчас же Пойду И свергну Этого Короля Демонов Не ты Первый Не ты Последний Да Но я Не могу Просто Стоять в стороне Пока Какой-то Злобный Монстр Злорадствует Глядя на мучения Своих Собратьев Ты еще Слишком слаб Даже для того Чтобы одолеть Его помощника Я пойду Спорим Ты даже До входа Не доверешься Не свалившись В какую-нибудь яму Смотри И увидишь Ооо В этом я даже Не сомневаюсь Так Так В чем Ты хочешь Поболтать О Кстати Есть Есть Что рассказать Давайте Послушаем Новую Историю В прошлом Видео У нас Была История Про Слугу Который Не умел Говорить А теперь Новая История Жила Была Принцесса Которая Искала Для себя Достойного Мужа Она Разослала Приглашение Всем Соседским Принцам Указав Что главное Свойство Которое Ее Интересует Чувствительность И к ней Подтянулись Соискатели Надеющие Спройти Ее Испытание Всего Сегодня Ты мой Гость Объяснила Ему Словие Задачи Принцессы Все Тебе Все Что от тебя Требуется Провести Ночь На этой Стопке Матрасов На утро Она спрашивала Принцев Как им спалось Никогда Еще Так Хорошо Не высыпался Неизменно Отвечали Принцы Уверены Что доказали Они Не воя С темноты Да и Как Гости Не доставляют Хлопот И Всех Их Тут же Отвергали Но Однажды Особо Чувствительный Принц Сообщил Что Всю Ночь Не Сомкнул Глаз Не Они Показались Мне Довольно Удобно Но Когда Я Лег Мне В почку Словно Вфантили Вилку На Следующий Же День Они Поженились О да Эту Историю Знают Все Под горкой Матрас Было Грош Чтоб Особо Чувствительные Люди Попросту Не Смогли Вкуснуть Да Но Знаешь Ты Что Было Дальше Первые Недель Все Было Замечательно Принц Жаловаться Не Умолкая Именно О таком Парне Она И мечтала То У него Суп Слишком Горячий То Столовые Приборы Слишком Холодные Когда Музка Вдруг Оказывалась Не слишком Громкая Уж Картина Точно Были Написаны Без Вдохновения И Если Одежда Была Пошита Не из Кусачьей Ткани Стихи Оказывались Слишком Предсказуем И Вот В один Прекрасный День Точно Такой Же Как Этот До Принцессы Дошло Что Она Состоит В Токсичных Отношениях И Мало То Что Ее Супруг Был Ныть Так Она Еще И Добровольно Его Выбрала Именно По Этой Причине И Тут Она Поняла Что Вся История Их Любви Была Всего Лишь История О Двух Людях Чьи Отклонения Совпали Словно Два Кусочка Пазла Будучи Невероятно Скромной По Королевским Меркам Она Поняла Что В своих Проблем Была Единственной Константой Занялась Своим Личным Личным Ростом А Потом Развелась И Жила Она Долго И Счастливо Конец В чем Ты хочешь Поболтать Ну Ладно Погнали Проходить О Ну Ладно Ой А то Платформа Падает Катакомб Круто Недавно Говорил Что я Не свалюсь В яму А тут Вдруг Хобан О Как же Я Я Я Спугался Приняв Тебя За Мертвяка Что За Существо Что Ты Вообще Такое Недавно Никогда Недавно Сталкиваться С Фобиянами Фобиянами Мы Племя Строителей По сути Мы Очень Трудолюбиво Но Но Над Каждым Из Нас То Влеет Поплятие Какой Либо Страх Именно Эти Страхи Дали нам Наши Имена И Как Зовут Тебя Некров Некров Значит Ты боишься Мертвецов И при этом Как-то Оказался В катакомбах Какая Ирония Да Я Свалил Сюда При попытке Отремонтировать Развали Храма Там Сверху И Меня Тут же Парализовало Страх При виде Уровня Смертности Что Здесь Наблюдается В общем Спасибо тебе За Спасение А теперь Мне пора Вернуться К работе Ага Так Ну ясно Мы провалились Чуть Чуть Другую Местность И Кстати Склет Меня Сейчас Напугал Довольно Сильно Тут Все же Присутствуют Эти Монстры Они Типа Меня Сейчас Так Будут Исследовать До Конца Докажись Да Не Заметил Его Кстати Ладно Продолжаем Ну блин Игра Тут Вольно Прикольная Ну блин Это весело Такие игры Проходи Не Все Вы Доставили Ага Падаем Низ Нормально Ладно О Кстати Тут Закрытая Комната Ага Ясно Все клетки Собираются Именно так Ну блин Прикольно Ну реально Игра мне Очень Нравится О Заставка Это Кто Еще Вот Ж Зураза Скелетов Тут Суе Он Страв Так Убить Мыш Уничтожить Люстру Убить Скелетов Убить Мыш Убить Мыш Убить Мыш Как Убить Мыш Сначала Убейте Мыш Потом Убейте Мыш И так Далее Так Ладно Погнали Прыгаем Кстати Чуть не умер Так Аккуратно Ладно Пробираемся Так Все Платформа Упала У нас Установлен Портал Я чувствовал Сейчас Он нам Что-то Новое Скажет Да Текущая Локация Эй Тебе удалось Добраться До До Катакомб Ну есть ли Что-то Что мне следует Знать Да нет Там все Довольно Стандартно Скелеты Летучие Мыши Ооо Кизлые Колдуны Еще бы Там даже Целый Некромант Порудует Жуть Клищем Предлагаю Тебе Забыть Об этой Локации В Укресе Хватает Более Оригинальное Место Так Чем Ты хочешь Поболтать Король Демон Привет Как Пошел Твой Эпический Рейд На Короля Демонов А Тебя Голос Спасти Мир И восстанет Честь Своего Народа Так Нечестно Мозг Развалился Ой Мозг Если бы Твоя встреча С главным Слезем Прошла Прямо Сейчас Приключений Было У тебя Ну Приключений Было Бо У тебя Меньше Верно Так Чем Ты Хочешь Поболтать Что Ты Здесь Делаешь А Кстати Да Что Ты Делаешь Изучаю Магию Потому Что Ты Меня Учишь Да Не То Чтобы Почему Это Тебе Был Подготовиться Подготовиться К чему К Магии Ну Ты Чего Это Ведь Ты Ветю Не Ты Спрашиваешь Да Нет Я Просто Поверь Научиться Магии Куда Сложнее Чем Удерживать Нить От Говора Так О чем Ты Хочешь Болтать Есть Что Рассказать Давайте Еще Послушаем Может Тебе Есть Что Рассказать Ну Конечно У тебя Одна История Жила Была Одна Старушка Не Было Ничего Кроме Крошечных Хишин И Грушевого Дерева Порой Невзгод Едва Хватало Чтобы Свести Концу С концами Как-то Раз К ней Явился Голодный Нищ И Он Спросил Нет Ленин И Которую Она Могла Бы С Ним Поделиться Ничего Подобного У нее Не Нашлось Но Все Оказалось Насколько Же Большим Насколько Печальным Было Ее Получение Так Что Она Подала Нищему Немного Безвкусно Варива Снял Накидку И Оказался Неким Божеством Он Нарядился Нечем Чтоб Проверить Осталась Ли В этом Мире Доброта Щедрость Мадам Незгод Затронула И он Продолжил Исполнить Ее Желание Дай угуда Она Ничего Не пожелала Мораль В том Чтобы Жить Скромно Нет Нет Но Версия Неплохая Я Продолжил Она Скала Что Люди Часто Крадут У нее Фрукты Так Что Кажд День Она Рискует Остаться Без Седы Желание Было Простым Грушевое Дерево Следовало Зачаровать Чтобы Оно Захватывало Всех Кто Пытался Украсть Фрукты Ловушку И Удерживало Пока Хозяйка Не решит Освободить Божественный Гость Выполнил Ее Желание И Ушел Время Шло И Она Все Бронила И Бронила Воров Пока Не Осознал Что Больше Из Них Ну Что Больше Что Из Них Голодные Дети Она Решила Взять Все В Свои Руки Она Кормила И Учила И Вскоре Стала Надеждой И Опорой Просветающего Нового Поколения Вот Так Оставаясь Счастливой И Щедрой Мадам Не Взгода Дожила До Столь Преклонных Лет Что Лицо Ее Стало Похож На Колену Слона И Однажды Смерть Пришла За Ним Смерть След Протокола Спросила Какой У нее Будет Последняя Просьба Мне Хотелось Быть Одну Самую Последнюю Грушу С моего Дерева Сказала Она Будь Другом Принеси Мне Ее Смерть Заправилась На дерево За грушей И Конечно Оказался В ловушке Старушка Решила Никогда Не Отпускать В мире Плотно Не Взгод Конец Ясно И чем же Мораль В том Что Бескорысти Оправдывает Последующий Эгуизм Счедрость Прождает Невзгоды Не знаю Это всего лишь Детская сказка Я просто подумал Что сама идея О том Чтоб смерть Укодила В ловушку Грушевого Дерева Весьма Интересна Так чем Ты хочешь Полутать Тебе что Нужно Давайте Глянем Что Дальше Подводный Рывок Нажми Тихо Время Примещения Плав Чтобы Устремиться Вперед Воин Высшего Пилотажа Недоступ Вот У нас Еще Есть Сокращает Гонорар Кварбл Со спасения Своей Жители На 50% О А Это Интересно Что Это Время Отвремения Зарьков Будет Выпадать Сфера Тут Сам Про Сердечко Это Что Усиление Защита Ага Еще Усиление Куртка Кусария Скрытая А Эту А Стоп Трупостойкость Это Не совсем Броня Вот Броня Вот Трупостойкость Это Типа Входящему В объем 2 Или более Озо Скращается На 1 А То есть Ну вот Если мы Получим Например 2 урона Или 3 То мы Получим Всего лишь 1 Вот Это Будет Очень Полезное Свойство Тут Скрытый Глаз На Грудник Отныне Контрольные Точки Будут Восстанавливать До 5 Озо И Восполнять Запас Зарядов А Стоп Это Медитация Заряд С Один Сюрикен Конц От Одну Цель Прикольно Что Дальше Подводный Рыбок Да В принципе Мы Все Глянули Ладно Что же Предлагаю На этом Закончить Всем Спасибо Кто Меня Сейчас Смотрел Всящем Видео Мы Продолжим Проходить Эту Ну Эту Замечательную Игру Всем Спасибо Всем Пока